Так, дорогие, вы, конечно, все устали, вот видите, там что-то уже рушится, вот, ну немножко еще до конца нашей конференции вам придется потерпеть. Да. Да, ну да, да, конечно, да, ну пока еще не отчаялись. Тема моего выступления называется «Церковь и интеллигенция. Опыт встречи и диалога». В канун столетия революции хочется начать разговор с событий ей предшествовавшего и отразившего дух революционной России, в которой был не только бунт против тогдашнего государственного строя, но и интенсивный духовный поиск. С ноября 1901 года по апрель 1903 в Петербурге в зале Русского географического общества проходили религиозно-философские собрания. Они были созваны по инициативе Мережковского и Гиппиус согласие оберпрокурора Синода Победоносцева и петербургского митрополита Антония Ватковского. В них принимали активное участие философов, розанов, тернавцев, карташов, новоселов. Собрания посещали также Репин, Бенуа, Бакст, Брюсов, Дягилев, Блок и другие. А в церкви в собраниях принимали участие как епископат, так и рядовое духовенство. Обычно председательствовал ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Сергий Страградский. Обсуждались проблемы взаимоотношения церкви, интеллигенции, государства, свободы совести, церкви и брака, христианской догматики. Отчеты о собраниях публиковались в журнале «Новый путь». Инициатор собрания Дмитрий Мережковский видел будущее России в союзе интеллигенции с церковью. Именно обращение интеллигенции к религиозной вере, к церкви, считал он, приведет к соединению революционно-освободительных традиций русской интеллигенции с религиозными традициями народа. Только религиозное возрождение, считал Мережковский, способно соединить интеллигенцию, как он говорил, живой дух России, церковь – живую душу России и народ – живую плоть России. Так считал не только Мережковский. Однако эти романтические устремления были обречены на провал. Взаимопонимания между интеллигенцией и церковью народом не было. А философские диспуты интеллигенции и духовенства только подчеркнули это. Все началось с общего воодушевления, но очень скоро встречи стали носить все менее конструктивный характер. В ходе их обозначился трагический конфликт светского и церковного языков, отражавших параллельные реальности, в которых жила творческая интеллигенция и церковное сообщество. Да, это воистину были два разных мира. Навыки, обычаи, даже сам язык – все было другое, как из другой культуры, вспоминала Зинаида Гиппиус. Тем не менее, состоялось 22 собрания, и надо отдать должное и светским, и церковным участникам они пытались найти точки соприкосновения. Но в один момент Победоносцев решил прекратить собрание. Последняя встреча состоялась 5 апреля 1903 года. Через несколько лет в 1907 собрании возродились как религиозно-философское общество, просуществовавшее даже до 1917 года, но оно носило уже сугубо светский характер, хотя туда захаживали и священники. Тем не менее, религиозно-философские собрания имели большое историческое значение. Они знаменовали собой важный опыт встречи светской богоискательской интеллигенции и русской православной церкви, по крайней мере, тех ее членов, которые были настроены на перемены и ждали собора. Отчасти собор был тоже местом встречи церкви-интеллигенции, потому что в нем принимали участие и миряне, в том числе крупные ученые, например, Тураев. Сегодня уже это имя прозвучало, его очень ценил отец Александр. Но собор остался незавершенным, как, собственно говоря, незавершенным остался и вот тот философско-богословский диалог. Диалог был прерван, но он требовал продолжения. Это хорошо понимал отец Александр Мень, неоднократно отмечавший важность религиозно-философских встреч начала XX века. И он взял на себя миссию продолжить этот диалог. Соединив свои личности интеллигента и священника, отец Александр всю жизнь стремился преодолеть трагический разрыв, укоренившийся в российской культуре, начиная с XVIII века, с реформ Петра. Книги отца Александра, его интерес к русско-религиозной философии, просветительства, все это свидетельствовало о том, что он ощущал себя призванным искать тот язык, который помог бы церкви-интеллигенции понять друг друга. То, что диалог церкви-интеллигенции начался накануне революции, было весьма промыслительно. Время требовало, чтобы духовные лидеры нации, интеллектуальная элита в этот исторический момент были вместе. Но не все оказались к этому готовы. Время было упущено, и разразившаяся катастрофа 1917 года имела трагические последствия и для церкви, и для интеллигенции. Обе эти силы были ненавистны большевикам, хотя церковь приветствовала отречение императора, а интеллигенция воспевала революцию во многом на нее и возлагают часто вину за саму революцию. Но большевики рано поняли, что им не нужна ни подлинная вера, ни настоящее творчество. Вера и мысль – это то, что требует свободы, а свободу большевики не любили, и не были намерены ее давать кому бы то ни было. Они были готовы терпеть церковь, подчиненную государству, а интеллигенцию используют для обслуживания власти. А кто с этим не был согласен, подвергался репрессиям и уничтожался как класс. И вот тут неожиданно происходит новая встреча церкви и интеллигенции, а место встречи – ГУЛАГ. В одних и тех же лагерях сидели отец Павел Флоренский, епископ Афанасий Сахаров, местоблюститель Петр Полянский, архиепископ Иларион Троицкий и другие священнослужители, а также поэт Осип Мандельштам, писатели Варлам Шаламов, Олег Волков, литература вед Дмитрия Лихачев, византолог Нина Пигулевская и другие. И с той и с другой стороны список имен просто бесконечный. Казалось бы, какой диалог в таких условиях? Репрессии, политическое давление, агрессивная пропаганда – это все явно не способствует диалогу церкви и интеллигенции. Тем не менее, он был. Это можно видеть по воспоминаниях сидельцев. Конечно, советской власти никакой диалог церкви и интеллигенции не был нужен. Она управляла по принципу «разделяй и властвуй» и всячески шельмовала церковников как неграмотных, костных, отсталых. А среди интеллигенции сеяло убеждение, что образованный, прогрессивный человек верить в Бога не может. И как ни печально, эта пропаганда давала свои плоды в советских людях. И в них глубоко сидело убеждение, что попы – невежественные абскуранты, далекие от реальной жизни, умеющие только махать кадилом и талдычить паки-паки. Отец Александр все это знал, и, конечно, он пытался этому противостоять. Любопытные случаи вспоминает Михаил Александрович Мень, сын отца Александра. Как-то, когда он был еще подростком, а это значит, где-то начало 70-х годов, ехали они вместе с отцом в поезде на юг. И лежа на верхней полке, Миша невольно слышал разговор отца с попутчиком. Они касались самых разных тем. И отец каждый раз удивлял собеседника тем, что хорошо знает предмет разговора. В конце концов попутчик спросил, кто же вы по профессии, вы разбираетесь в таких разных темах. Отец Александр предложил ему угадать. Тот перебрал множество профессий – биолог, писатель, историк, философ и прочее. Но потом сдался. «Священник», – сказал отец Александр. Человек был ошарашен. Это, по-видимому, то, что он менее всего ожидал услышать. Отец Александр был живым опровержением советской пропаганды. С юности он понял, что настоящий христианин должен быть образованным, просвещенным, открытым всему новому и интересному, пусть непривычному. Тертулиановскому верю, ибо абсурдно, отец Александр скорее предпочел бы кредо ансельма. «Я верю, чтобы знать». Вера и познание, духовное, интеллектуальное, церковное и научное были для него неразрывны. Безусловно, в церкви было немало людей малообразованных, костных, зараженных черносотенством, мракобесием. Об этом накануне революции говорил и епископат, и белое духовенство. Собор 17-18 года ставил вопрос об образовании духовенства мирян. И уже кое-что даже делалось для христианского просвещения. Можно вспомнить, например, движение студенческих библейских кружков, из которого потом выросла РСХД, правда, уже за границей. Или движение по возрождению приходов общин. Это и Мечовский храм на Моросеке, община отца Владимира Барцумова и другие. После революционной России для церковного просвещения условий уже практически не было. Время, как и с диалогом, было, конечно, упущено. Но все-таки отдельные ростки пробивались сквозь стерни и после революции. Важно отметить, что именно после революции, когда было понятно, что власть большевиков взяла курс на уничтожение церкви, в нее пришли служить те самые интеллигенты, которые только присматривались к ней до революции. Они почувствовали призыв встать на место убитых, расстрелянных, замученных, отрекшихся пастырей. А таких тоже было немало. В ответ в этом призыве были и отец Сергий Булгаков, петербургский профессор экономики и философ, и Николай Бруни, живописец, музыкант, поэт, прозаик, авиаконструктор, и Сергей Дурылин, религиозный писатель, философ, богослов, искусствовед, этнограф, и Михаил Шик, выпускник Московского университета, слушавший курс философии во Франкфуртском университете, владевший нескими языками. Этот список можно было бы продолжить, но мне кажется, этого достаточно, чтобы увидеть, что это движение интеллигенции было рождено желанием служить церкви гонимой, а не торжествующей. И это тоже встреча, это тоже диалог и сотворчество. И для многих это обернулось мученичеством и исповедничеством. В этом списке для нас особо дорого одно имя – архимандрит Серафим Батюков, в миру Сергий Михайлович Батюков. Он крестил отца Александра Мене, был его первым духовником. Сергей Михайлович Батюков получил экономическое образование, мог бы вполне сделать светскую карьеру, но выбрал путь священника и монаха. Был рукоположен в 19-м году, стал настоятелем церкви святых Кира и Анна на Солянке, приход которой тоже считался интеллигентским. Через него отец Александр связан со всей плеядой русской религиозной культуры начала 20-го века, которую принято называть богоискательской, вот той самой интеллигенцией, которая пыталась наладить диалог с церковью. Архимандрит Серафим был духовным чадом оптинского старца Нектария. Оптина пустынь тоже в свое время была местом встречи интеллигенции и церкви. Многие философы, писатели, студенты и свободные мыслители приезжали сюда за ответом на проклятые вопросы в поисках смысла жизни, веры самих себя. В XIX веке таких мест было не так много. Церковь и интеллигенция в то время были почти антагонистами. Интеллигенты-разначинцы, нередко вчерашние семинаристы-нигилисты, порвавшие с верой, бунтовали против церкви, критиковали ее за консерватизм. А у церковных людей критика и неудобные вопросы вызывали страх и отторжение, обвинение в расшатывании оснований. Этот конфликт почти некому было врачевать. Мало кто был готов вступить в диалог с неверующим, сомневающимся или просто думающим человеком. Правда, в церкви была и своя интеллигенция. Можно вспомнить митрополита Филарета Дроздова, сумевшего в стихах ответить Пушкину, переводившего Новый Завет, мы его тоже уже вспоминали. Можно вспомнить выдающихся ученых, архимандрита Антонина Капустина, выдающегося археолога Святой Земли, епископа Порфирио Успенского, исследователя христианского Востока, отца Павла Флоренского и других. Это была настоящая церковная интеллигенция, но она была невелика. Правда, если верить Григорию Петровичу Федотову, замечательному историку церкви, то первыми интеллигентами на Руси, при всей условности применения этого термина, были именно священники и монахи, книжники киевского и московского периодов древнерусской культуры. Но после реформ Петра слой ученого монашества сильно истаншился, а приходское духовенство и вовсе стало малообразованным. И потому немногие могли найти общий язык с мыслящими, имитущимися, но творческими и ищущими людьми, как это умели, например, делать монахи Оптиной пустыни. Они сделали решительный шаг в сторону интеллигенции, привечая писателей и философов. Они хорошо понимали, что творческий человек без веры может направить свою креативную энергию на самоутверждение разрушения. А если обретет веру, то его таланты раскроются в созидании. Вплоть до 20-х годов оптинские старцы, уже разогнанные пустыни, гонимые, окормляли многих образованных людей. От последних оптинских старцев тянется ниточкой к отцу Александру Меню. Как мы уже сказали, духовный отец его, архимандрит Серафим Батюков, был духовным чадом старца Нектария и многое от него воспринял. Архимандрит Серафим сам был интеллигентом-разночинцем, выбравшим путь церковного служения. Это давало ему возможность помогать образованным людям обрести веру. Хотя, конечно, и простые люди у него окормлялись. Среди его духовной паства оказались в 1935 году Вера Василевская и Елена Мень, тетя и мама будущего пастыря. Отец Серафим крестил маленького Алика и воспитывал до 7 лет до своей смерти в 1942 году, передав затем сейгумене Марии. В молодости духовником отца Александра был отец Николай Голубцов, тоже удивительный человек, истинный интеллигент, сын известного историка Александра Петровича Голубцова, профессора церковной археологии Московской духовной академии и духовное чадо отца Алексея Засимовского и затем протеерея Сергея Успенского. Николай Александрович получил биологическое образование и много отдал как ученый Темиряевской академии. Тогда она называлась Всесоюзная академия хозяйственных наук имени Ленина. По-моему, у нас все было имени Ленина, где проработал вплоть до своего рукоположения в 1949 году. Священником он стал, будучи уже зрелым человеком, хотя, судя по вспоминаниям его сослуживцев, пастырский дар в нем проявился задолго до рукоположения. Одна из наших прихожанок, она, к сожалению, уже ушла, вот Калестова Татьяна, забыла, как ее, Львовна, Львовна, да, вот она рассказывала замечательно, она с ним вместе работала в этой академии. Какой он был? А? Ну вот, вы у него крестились, да. Вот, такой человек, естественно, мог говорить на одном языке с интеллигенцией. И он так и считался пастырем интеллигенции. Были среди его духовных чад, например, выдающиеся люди, Мария Винаминна Юдина, знаменитая пианистка. Собственно, после его смерти она перешла к отцу Александру Меньку, как мы знаем. Хорошо понимая, какое это непростое дело окормлять интеллигенцию, отец Николай... Да, Светлана Аллилуева у него крестилась, но это такой известный факт, я уже... Хорошо понимая, какое непростое дело окормлять интеллигенцию, отец Николай сказал Александру, когда тот решил рукополагаться, с интеллигенцией намучаешься. Да, наверное, интеллигенция больше задает вопросы пастырю, чем любые другие люди, порой неудобные, не все принимает на веру, хочет не только верить, но и знать. Но отец Александр понимал, что эти мучения не напрасны, они дадут плоды. И мы видим, как вокруг отца Александра собирались творческие люди, поэты, музыканты, кинорежиссеры, актеры, философы, историки, искусствоведы, художники. Были здесь и всемирно известные люди, никому не известные. Сам отец Александр не делал разницы, вип-персон у него не было. Список известных имен, конечно, удивляет тех, кто читает его впервые, но в этой аудитории об этом говорить много не нужно. Главное, для всех, кого Господь привел в новую деревню, это была судьбоносная встреча, даже если человек встретился с Исцом Александром один или два раза и не стал его прихожанином. Это была встреча со Христом, встреча с Церковью. Часто первая же встреча перерастала в плодотворный творческий диалог, в сотрудничество. Для многих это становилось началом новой жизни, стимулом к творчеству, помогало найти свое место в жизни. О том, что это служение трудное, но необходимое, отец Александр писал в своей книге «Трудный путь к диалогу». Важным аспектом этого диалога для отца Александра была тема «Вера и наука». В постнесоветское время она воспринималась особенно остро. Не случайно первая книга шеститомника «Истоки религии» посвящена именно этой проблеме. В этой книге отец Александр опровергает расхожие советские мифы, вроде того, что наука доказала, что Бога нет, или что ученые не могут верить, что образование избавляет от суеверия и так далее. Он убедительно показывает, что вера и разум не спорят, а спорят лишь суеверие и необразованность. Он приводит известные высказывания Фрэнсиса Бэккона. Лишь поверхностное знание уводит от Бога, глубокое познание напротив к нему возвращает. В книге приведены десятки имен выдающихся ученых, которые были глубоко верующими людьми. Карл Линей, Сак Ньютон, Иоганн Кеплер, Менделеев, Эйнштейн, Теардо Шарден и так далее. Для советской интеллигенции это было веским аргументом, заставляло задуматься. Может показаться, что сегодня эта тема утратила актуальность, но на самом деле это не так. Просто ракурс диалога несколько изменился. Это видно хотя бы по битвам креационистов, эволюционистов. Галина Леонидовна знает эти битвы. По вопросам биоэтики, даже по проблемам библистики. А кроме того, вопрос языка, диалога стоит по-прежнему очень остро. Важной темой для отца Александра была, конечно, взаимосвязь веры и культуры. И как мы видим, со временем она тоже становится все более и более острой. Столкновения между церковью и интеллигенцией сегодня часто происходят именно на этой почве, на почве культуры и искусства. Выступления в Храме Христа Спасителя Пусси Райт, скандальные выставки актуального искусства и немельные скандальные погромы работ художников, запрет оперы Тангейзера, балета Нуреев, дебаты вокруг фильмов «Матильный ученик». То есть, опять же, очень длинный список. Я часто думаю, что бы на это сказал отец Александр. Он всегда защищал творчество, но предостерегал творцов от безумных идей и разрушительных действий. Человек призван к творчеству. Настоящий художник, говорил он, будет творить и на необитаемом острове. Но творчество – это не самоцель. Это один из путей к Богу и средств воссоединения людей. В беседе перед художниками выставки «Мета-символизм» отец Александр сказал, что культ искусства, культ любви, любой органичный культ часто приводит к кризису, потому что в глубине, в подсознании человек ищет абсолютного. Вот этот поиск абсолютного и роднит и веру, и культуру. Эти параллельные прямые пересекаются в Царстве Божьем. Кстати, важным акцентом в разговоре с интеллигенцией были вопросы совести, честности, искренности творчества. Мне кажется, это те вопросы, которые многие обходят сегодня, в силу того, что искусство, как светское, так и церковное, стало коммерческим, ангажированным, неглубоким. Батюшка возлагал большие надежды на творческих людей. Он вовлекал их в диалог и сотрудничество с церковью. Он хотел, чтобы они не были пассивными потребителями духовных благ, как и священники не были бы простыми требоисполнителями, а чтобы миряне и священники делали то общее дело, в котором и есть литургия, который начинается в храме у евхаристической чаши и продолжается в нашей повседневной жизни. Отца Александра часто называют пастырем интеллигенцией. И это правда, не исключающая того, что он умел находить общий язык и с профессором, и с древенской старушкой. Это, кстати, качество истинного интеллигента, владеющего разными языками, в том числе языком общения с людьми другой культуры, другой веры, других взглядов и убеждений. Среди его друзей и знакомых, не говоря уже о многочисленной пастве, были самые разные люди, стоящие порой на геометрально противоположных позициях. Но он умел наладить с ними диалог. Он умел увлечь человека, потому что глядел глубже всех поверхностных характеристик. И люди, как правило, охотно шли на контакт с ним. Сегодня это большая редкость. Сегодня у нас вообще проблемы с общением. С диалогом, со взаимопониманием. И в церкви, и в обществе. Но трудный путь диалогу нужно продолжать. И наследие отца Александра Меня побуждает нас к этому. Каждое время рождают новые трудности. И сегодня, в эпоху постмодерна, главная трудность – это размывание критериев. Нам нужно заново осознать значение даже самих слов. Церковь и интеллигенция. Ведь когда мы говорим «церковь», что мы подразумеваем? Что за этим стоит? Иерархия, или приход, или мистическое тело Христов? Кто имеет право говорить о церкви? Патриарх, собор, священник, каждый верующий. Я не знаю ответа на этот вопрос. А что такое интеллигенция? Это люди, получившие высшее образование? Или это какие-то высоколобые интеллектуалы, или пресловутые либералы, которые сегодня просто стали жупелом? Или интеллигент – это мыслящий, вопрошающий, творческий, созидающий человек? Как сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию другого. Но это и свойство настоящего христианина. Этого-то нам сегодня и не хватает. Отец Александр обладал этим в полной мере. Он, кстати, не любил союза И, когда говорил «христианство и культура, церковь и интеллигенция». Этот союз не соединяет, а как бы разделяет эти понятия. В личности самого отца Александра этого союза, конечно, не было. Но он сейчас есть. Он отражает нашу творческую реальность, в которой мы живем и как-то должны действовать. Спасибо. Вопросы, да, вопросы. Какие вопросы? Что делать? Кто виноват, мы разобрались. Теперь будем отвечать на вопрос «что делать?» Все вопросы висят в воздухе. А как поучительным? Все вопросы висят в воздухе. Одни вопросы. Как быть с учителем, с поклонской? Какой диалог тут возможно? Как быть с учителем, с поклонской, которую уже назвали «Идолопоклонской»? Вот. Ну, я думаю, что... Ну, знаете, кто изучает историю культуры, историю искусства, знает, что почти все какие-то произведения, которые чуть-чуть превосходили средний уровень, они сначала не принимались. Например, как известно, страшный суд Микеланджело тоже не понравился заказчикам, да, и был вызван художник, который должен был прикрыть срамные места. Или там, я не знаю, там тоже... Ну да, Чехова не принимали, там. Ну кого только не принимать, понимаете? Поэтому надо идти. Как говорится, караван идет, собаки лают. Это все нормально. Это обычная жизнь. И тут не надо ничему пугаться. Другое дело, что, конечно, странно, что такие люди, как поклонская, принадлежащие не к православной церкви, а к секте церебожников, которая осуждена, вот, почему-то ее слушают. Церебожники, есть такая секта. Люди, которые считают, что нас искупил, искупила жертва Николая Второго, что он не просто даже мученик, хотя его как стрессотерпца канонизировали, а не как мученика, а что он именно искупил Россию. Понимаете, это вне христианской догматики, вне православия. Это было, ну, как-то сказано, что православная церковь не поддерживает такие взгляды. Тем не менее, почему-то эту даму к ней прислушиваются. Понимаете, поэтому, ну, тут вот очень важно, чтобы рядом звучали просто другие голоса. Сегодня прозвучало уже несколько раз имя Григория Сламоныча, померанца. Вот, я всегда люблю у него две замечательные, просто, ну, он такой учитель мудрости для меня. Вот, я много с ним общалась, и хорошо его знаю. Вот, он двум мудростям меня научил. Он говорил, чтобы перечеркнуть неправильную линию, не обязательно ее зачеркивать. Нужно провести рядом свою, более длинную. Ну, это он взял, конечно, с античной философии, но эту мысль я, как бы, у него почерпнула. И, когда мы говорим о диалоге, когда мы говорим еще о чем-то, тут, опять же, он говорил, что тон полемики гораздо важнее иногда, чем тема самой полемики. Помните, его знаменитое высказывание, что дьявол рождается с пены на губах у ангела, воюющего за истину. Вот, у Поклонской эта пена есть. Главное, чтобы она не была у нас. Спасибо. Но ее пена сжигает машину. Да, к сожалению, да. Но мы не должны идти сжигать ее машину. Мы должны молиться, плакать, каяться. Что делать? Ну, и в том числе. Почему не? А можно, что-то говорю о том. Извините, но он так не просто диалогу не звалит, а все ему опыты и не снижаясь. Я понимаю, он не участвует, но я просто не учусь. Но диалоги очень важны. Не просто, чтобы человек пришел и близко, но то, что он хочет сказать о церкви, тоже одновременно диалог подразумевает не обмен монологами, а именно диалог, когда мы слышим друг друга. Поэтому нужно учиться этому диалогу, нужно слышать друг друга, слушать. Вот. Это не будет диалог, если мы просто высказываем. В том-то и дело, что сегодня очень часто современное, во всяком случае, искусство, оно построено на высказывании, так называемом. Человек вышел, высказал, и все. И ему наплевать на то, что есть обратная связь. Христианство учит всегда обратной связи. Христос ходил и говорил с людьми, но он всегда спрашивал, а за кого люди меня принимают? А что ты там? Хочешь, я тебя исцелю? И так далее. Он всегда обращался к человеку, он ждал с той стороны, а не просто кинул в массы какую-то идею, и все. Вот. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы. И отец Александр тоже стремился именно к такому диалогу. Он всегда взаимно, вот чтобы взаимно было. Давай. Да, можно? Небольшое спасибо за ваше сообщение. Ирина Константиновна, или твое сообщение, Ира. Да, замечательно, как всегда. Ира из тех людей, которые, когда выходят говорить, сейчас скажут то, что нужно. Но это так. Но я думаю, что действительно замечательно, хотя вроде на поверхности, но сформулированная мысль о том, что отец Александр с себе и с один вот этот диалог церкви и интеллигенции. Я думаю, что вот эта встреча, придуманная вчера нашими дорогими Андреем и Кариной, но все вместе, да, она как бы продолжение этой вот встречи. И, наверное, не надо на ней заканчивать, а подумать, как ее продолжать. Может быть, шире, пока, конечно, не обращается на патриарх, кто такое. Но приглашают каких-то людей, которые, вот, интеллигенции, творческие, начиная с Люси Улицкой, которую мы там знаем хорошо, кого-то еще, какую-то тему, познакомить с материалами этой встречи. Словом, не ставить точку вот на этих наших трех днях, а продолжать. Потому что думаю, что именно, может быть, мы и призваны, коль скоро мы хорошо знали отца Александра, и как бы впитали его в наследие, продолжать эту линию встречи. И вот культурная часть, интеллигенция нашего общества, конечно, не такой взлом, так сказать, настроенный, как этот, невзоров там. Да. Вот. Да. Продолжать вот такие встречи, такой диалог. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо. Я добавлю. Помните, в первый день конференции выступил Владимир Ильич Илюшенко с рассказом о том, что отец Александр открывал, задумал общество культурное возрождение. Задача, которой он стал, именно такая. Члены церкви, сами люди культуры должны нести нести это уж даже не информацию и не какие-то такие православные в кавычках знания, а нести целостное знание о вере, о культуре, о жизни, о мире. Тем... Надо учесть, что это был 88-й, по-моему, еще год, когда была такая нехватка этих знаний. Но, в принципе, ситуация изменилась не кардинально. Какой-то верхний слой ухвачен, информационный, а вглубь-то это не пошло. Я не обольщаюсь, ну, скажем, на свой счет, что насчет глубины знаний и так далее, но у каждого из нас есть что-то, чем мы можем делиться. Собственно, мы и пытаемся, ведь, да, каждый в своем направлении что-то такое вот делать вот в исполнении вот этого замысла отца Александра. Но мне кажется, что сегодняшняя ситуация достаточно такая драматичная. нас к этому еще подвигает сильнее. И вот я очень благодарна Ирочке, отцу Александру, за то, что вот этот вопрос высвечивается. Что мы можем сейчас делать? И я думаю, что если у кого-то есть свои мысли, желания послужить Господу в этом направлении, мы можем время от времени встречаться и что-то планировать, здравствуйте, вот, и что-то планировать в этом плане, могут быть достаточно регулярные какие-то встречи, типа открытых лекций, типа семинаров, круглых столов. Может быть, это и не нужно юридически оформлять снова, как закрытое когда-то общество, культурное возрождение. Но как такое широкое служение. и у нас есть возможности все, этот зал там, встречи, но может быть надо идти куда-то дальше. Вот, но это требует молитвы и осмысления. Спасибо большое, как всегда, Ирина, сообщение было совершенно замечательное. Олег, отдай.